В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская, и вот главные темы выпуска. Вопросы на миллиарды. Александр Бурков обсудил с главой федерального Минтранса возведение аэропорта Федоровки и обустройство северного обхода. Каковы шансы, что наш регион станет одним из крупнейших транспортных узлов? Живые памятники. Посадили здесь эту сосну в память о тех переселенцах, которые осваивали эти земли. В Омске создали реестр мемориальных деревьев. Сколько насаждений в него вошло и чем они знамениты. Вместо признаний цитаты классиков. Члены ОПГ, расстрелявшие силовиков, зачитали суду Гюго. Красота и удобство за бюджетный счет. На благоустройство дворовых территорий порядка 250 миллионов. Расскажем, как подать заявку на преображение придомовой территории. И дотянуться до звезд. Амичи смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами. Александр Бурков обсудил с министром транспорта стороны строительство аэропорта Федоровка. Встреча губернатора с Виталием Савельевым проходила в Москве. Главной темой стало развитие транспортного комплекса региона. Александр Бурков попросил поддержать реализацию важнейших инфраструктурных объектов. Он пояснил, что для увеличения пассажиропотока и воздушных грузоперевозок необходим аэропорт за границами города. Расширить площадь имеющейся воздушной гавани невозможно, а значит и нельзя нарастить пропускную способность. Принимать крупные грузовые суда Омский аэропорт тоже не может. В ходе встречи обсуждалось и строительство северного обхода, который соединит Тюменскую и Новосибирскую трассы. Потенциальные инвесторы готовы вложить в проект 30 миллиардов рублей. Поднимались также вопросы ремонта дорог в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею и возможность федерального финансирования реконструкции транспортной развязки у станции входная. На кону путевка в финал сборной России по хоккею сегодня в Пекине встречается с командой Швеции. В четвертьфинале Трекрунур сенсационно в Сухой обыграли канадцев 2-0. Самоотверженно блокировали броски соперника и не позволяли кленовым листьям развернуться на пятачке. Активно шведы играют и в атаке. Нападающий Лукас Вальмарк сейчас лучший снайпер турнира. У него в активе 5 шайб в 4 встречах. Подопечным Жамнова стоит уделить внимание дисциплине и исключить ненужные удаления. Напомню, что в составе российской сборной выступают хоккеисты авангарда. У Кирилла Семенова на счету 2 шайбы и 1 передача. У Арсения Грицюка гол плюс 2 паса. А у защитника Дамира Шеребзянова плюс 2 по показателю полезности. Удастся ли россиянам выиграть путевку в финал узнаем уже скоро. Встреча начнется в 19.10 по омскому времени. В больнице скончался третий пострадавший в смертельной аварии с Мерседесом у метра моста. Погиб 21-летний спортсмен Игорь Татаринов. Студент так и не вышел из продолжительной комы. На прошлой неделе, напомню, стало известно о гибели 47-летнего Александра Дубинского. Пациент, казалось бы, пошел на поправку. Его перевели из реанимации в палату. Однако организм не смог восстановиться после повреждений. Теперь 39-летний майор полиции Евгений Гайдамак, супруге которого принадлежит разбитая иномарка, единственный, кто остался в живых. ЧП, напомню, произошло в конце января на перекрестке улиц Арджиникидзе и Фрунзе. В фонарный столб врезалась иномарка бизнес-класса. Машина опрокинулась. Трех пассажиров и водителя выбросила из салона. Один из них скончался на месте. Теперь прояснить причины страшного ДТП может лишь майор полиции. Следователи продолжают выяснять, кто из потерпевших вел иномарку и был ли водитель пьян. Окончательного ответа на эти вопросы силовики пока не дают. Расследование уголовного дела продолжается. Не выходить на лед. Такие предупреждения мечам сделали спасатели. В службе МЧС заявили, покров на водоемах уже становится тонким и передвигаться по нему опасно для жизни. Самые непредсказуемые места в устьях рек или около берегов. В ближайшее время в регионе ожидаются перепады температуры, из-за чего лед продолжит таять. Чтобы избежать несчастных случаев, в городе продолжаются рейды по водоемам. Сотрудники Департамента общественной безопасности проводят профилактические беседы с теми, кто выходит на реку. Также устанавливают и запрещающие знаки. Что касается ледовых переправ в районах, пока они открыты для движения транспорта. Цитировали французских классиков и грозили карой небес. В областном суде с последним словом выступили участники банды, обстрелявшие около континента сотрудников ФСБ. Служители Фемиды предоставили обвиняемым возможность поправить свое положение и повлиять на приговор. А в итоге криминальные авторитеты зазубрили знаменитые высказывания великих литераторов и попытались переложить ответственность друг на друга, вместо того, чтобы признать вину. Так главарь ОПГ процитировал Виктора Гюго и заявил, что безгрешен. А наемный киллер, которого банда вызвала из Тюмени ради заказного убийства, объявил, «Всевышний все видит несправедливость по отношению к подсудимым». Хотелось бы вам сказать еще одни слова, что перед тем, как обвинять, нужно проследить путь, по которому прошел грех. На моем пути греха не было, ваше честь. Поэтому прошу вас о честном, справедливом решении. «Всевышний свидетель и вам, то, что вы считаете, то и делайте. Больше я ничего не сделаю. Ну, скажу, иншаллах, Аллах накажет. Не знаю, как попало. Я ничего не сделал. То, что я сделал, свою вину признала. А то, что дальше прокурор хочет на мне вешать, это я вжил». Напомню, история Омской ОПГ стала известна еще два года назад после скандального задержания на парковке у торгового центра. Следствие установило на счету подсудимых незаконный оборот оружия, грабежи, кражи, угоны, поджоги и расстрел человека, который, к счастью, выжил, а также череда других тяжких преступлений. Обвиняемые в общей сложности могут отправиться за решетку почти на 60 лет. Как попытался обелить свое имя бизнесмен, по распоряжению которого банда похитила человека? Когда областной суд поставит точку в резонансной истории и вынесет приговор? Подробности в новом выпуске проекта основана на реальных событиях Омск. Сегодня в 20 часов, сразу после итогового выпуска новостей. В Омской области растет больше 120 тысяч мемориальных деревьев. Минприроды завершили составление списка особых зеленых посадок. Подобные перечни создаются по всей стране. Инициаторами акции стали жители Севастополя и Общероссийский народный фронт. Идею поддержал и Владимир Путин. Реестр мемориальных деревьев – это посадки, которые совершены к памятным датам или же связаны с именами наших знаменитых соотечественников. Все они имеют свои адреса, а за большинством налажен должный уход. Подробности в нашем материале. Эта сосна – живой памятник Целины в поселке Русская Поляна. Еще в 1908 году семья одного из основателей райцентра Якова Горобца приехала в необъятные степные просторы Юга Омской области. Здесь построили землянку и высадили первое и единственное тогда на многие километры дерево. Вот это та знаменитая сосна. Видите, вокруг нет ни единого дерева. Все, что сейчас растет вокруг нее, это посажено уже позже немного. Она выросла до 6 метров. Но порывистые степные ветры постоянно трепали хвою. Поэтому пышностью сосна не отличалась. Но для местных стала достопримечательностью. И вот когда Яков связывался со своими земляками, они спрашивали у него, а много ли леса там, где ты живешь? И он с любовью и гордостью отвечал – одна сосна. Ее наряжали на новогодние праздники вместо елки. Вокруг устраивали народные гуляния и водили хороводы. Но в 1976 году, после большого урагана, сосну повалило на землю, и она погибла. В 2019-м, спустя 110 лет со дня основания поселка, чтобы увековечить память, на том же месте высадили новое дерево. Посадили здесь эту сосну, поставили этот камень, увековечили это место и назвали его живым памятником Целиньны. В память о тех переселенцах, которые осваивали эти земли, которые прибыли сюда впервые. Мемориальные деревья есть и в черте города. Например, в парке «Птичья гавань» сразу шесть памятных зеленых объектов. Березовую аллею высадили три года назад в память о ветеранах агропромышленного комплекса. Есть и групповая посадка хвойных – 110 штук. Изначально их было 300, но они, как отмечают сотрудники парка, приживаются намного хуже. Мы их еще поддерживаем на первом этапе, чтобы они набрали полную силу. И через какое-то время уже можно будет наблюдать, что это действительно взрослые, красивые деревья, которые будут радовать нас. Одни же из самых известных и масштабных посадок в Омской области – это геоглифы. Гигантские надписи, сделанные еще в советское время. Например, фраза «Ленин с нами» в лесу Муромцевского района. Есть и похожие надпись «60 лет СССР» или число 75, обрамленное контуром звезды. Вообще же, реестр мемориальных деревьев поможет отслеживать, беречь и охранять памятные посадки. Пока в нашей области в него внесены только самые известные. Ежегодно этот перечень будет пополняться. Об уникальных деревьях, которые претендуют на роль зеленых достопримечательностей при Иртышье, могут сообщать и о мечи. Никита Гайдаш, Карина Сычугова, Екатерина Шипилова, Виктор Осинцев, 12 канал. 250 миллионов рублей на преображение городских дворов в Омске готовятся к масштабному благоустройству придомовых территорий. Заявки могут подать сами жильцы. После сбора документов депутаты, представители мэрии и управляющих организаций проедут по адресам, чтобы лично оценить состояние дворов. Главные критерии – пространство должно быть общим для нескольких домов, а земельный участок официально оформлен. Также необходимо участие в проектах благоустройства в прошлые годы. В первую очередь комиссия оценит степень разрушения асфальта, и только после этого специалисты начнут разрабатывать проект. Так, у Мечей может появиться просторная парковка, детская или спортивная площадки и скамейки для комфортного отдыха. Предполагает программа также реконструкцию или же расширение пешеходной зоны и озеленение. Планируется в 2022 году выделить субсидии на благоустройство дворовых территорий. Порядка 250 миллионов принято решение администрации города участвовать в этом отборе. Поэтому в ближайшее время будут подготовлены документации для подготовки заявки. Заявки на благоустройство можно подать с 1 по 31 марта в администрацию округа. После отбора дворов начнется поиск подрядчиков. Преображение территорий многоквартирных домов по нацпроекту, формирование комфортной городской среды отмечают в ведомстве. Уже не в новинку для региона. Тротуары и детские площадки делают удобными для Мечей, начиная с 2018 года. За это время специалисты отремонтировали 145 придомовых территорий. А вот о чем расскажем в итоговом выпуске в 19.30. Попались на клубнички. Омская полиция накрыла сразу три порно-студии. Горячие кадры могут стоить предприимчивым сутенером свободы. По данным силовиков, непосредственно кино для взрослых здесь не снимали. Видимо, этот жанр показался организаторам слишком устаревшим. Девушек заставляли демонстрировать себя через веб-камеру. Такой контент тоже считается порнографическим и, естественно, вне закона. Во время облавы силовики обнаружили немало интересного для материалов дела. Что удалось изъять и как свою работу со знаком 18+, комментируют сами актрисы. Все подробности в 19.30. Гениальное просто. Эту истину подтвердили специалисты педуниверситета. Они создали понятное каждому студенту пособие по работе со швейцарским конструктором Кубора. Теперь выпускники вуза, пока, кстати, единственные в России, смогут обучать по этой методике школьников. Кубики не просто деревянная игрушка, самый настоящий образовательный инструмент. Акубор – это прежде всего командный игрок. Умение взаимодействовать, умение договариваться, умение делегировать, брать на себя ответственность. Аналогов пособию омских педагогов нет ни в одном регионе страны. Чему еще может научить игра с деревянным конструктором, как эти навыки можно применить в жизни и готовы ли наши специалисты поделиться своими разработками, знает Денис Жарков. Снова сможет ходить собаке по кличке Труди из умского приюта друг поставили протезы. Деньги на их изготовление, операцию неравнодушные собирали около года. Сумма немалая, потребовалось несколько сотен тысяч рублей. Труди попала в приют в феврале 2020-го. Ее нашли на улице Труда, отсюда и имя собаки. У животного были раздроблены лапы, а живот и голова покрыты ранами. Что произошло с питомцем, выяснить так и не удалось. Собаку взяли в приют. Чтобы она снова смогла ходить, потребовалось протезирование. Такие операции делают в Новосибирске, куда и отправилась Труди. Вот Труди уже в клинике. Естественно, проходит первоначальный еще один осмотр перед операцией. Операция прошла без осложнений. Протезы из титана заменяют Труди лапы. Еще какое-то время она проведет в стационаре под наблюдением врачей. Ну а после снова вернется домой в приют. Там ей предстоит долгая реабилитация. Реабилитация будет в самом лучшем случае, ну минимум 2-3 месяца. Ну а так, в общем-то, до полугода, пока переживутся полностью протезы. Добавлю, что осенью подобную операцию сделали другому питомцу собаке из Новосибирска по кличке Моника. Местный ветеринар поставил ей 4 протеза, изготовленных с помощью 3D-принтера. Теперь животное не только может ходить, но и вскоре сменит место жительства, переедет в Лондон. Там находится специальный приют для кошек и собак, ставших жертвами жестокого обращения. Спектакль, который смотрел сам Достоевский, увидят вскоре и омичи. В Горьковском районе на открытии зимних спортивных игр «Праздник Севера» покажут народную драму «Лодка». Постановке несколько сотен лет ее называют первым иммерсивным спектаклем в России. Великий писатель познакомился с постановкой «Будучи в Омске на каторге». Свои впечатления он написал в записках из «Мертвого дома». Благодаря кому текст народной драмы сохранился до наших дней и почему ее включили в реестр нематериального культурного наследия Омской области, расскажет Наталья Бельская. Горьков, воина, томат. Лодка, значит, отстроена. В центре Горьковского строят корабль. За несколько минут на пустой площади появляется корпус лодки, который грибцы поведут вперед. Команду набирают из местных жителей. «Весело было нам! Весело было нам!» Такую форму постановки с вовлечением в театральное действие зрителей сейчас называют иммерсивным спектаклем. Но, как оказалось, известна она давно. Сама драма «Лодка» была написана несколько веков назад. Актеры изображали атамана и ясаола, которые отправляются вниз по реке в поисках невесты. С собой брали всех желающих. Путешественников ждали не только смех, но и слезы. У драмы было два финала. Один – свадьба с красавицей, второй – ее смерть. Она сложная, она трагикомичная. Инверсионные эти древние формы. Сейчас, в общем-то, современный театр до них только доходит. А в традиционном фольклорном театре они как раз этим и живут. То есть здесь одно перетекает в другое, и ты иногда не замечаешь, где этот переход происходит. С народной драмой в Омске познакомился Федор Михайлович Достоевский, когда отбывал каторгу. В Остроге единственным развлечением арестантов был театр. На сцене каторжники преображались, разыгрывая любительские сценки. Уже на свободе классик вспомнит об этом в записках из «Мертвого дома». В главе представления Федор Михайлович описывает, как на святке проходили такие представления, кто был его участниками, что они из себя представляли, что это было импровизационное такое действие. Доплыть драме «Лодка» до наших дней помогла народная любовь. Текст в памяти сохранила Евдокия Филипповна Мыкина, жительница села Астыровка Горьковского района. Запись делали студенты педуниверситета во время фольклорной экспедиции. В этом нет ничего удивительного, говорят астыровцы. В селе несколько поющих династий, а репертуар местного хора составляют в основном песни старожилов. Праздничные есть и троицкие песни, ко всем праздникам, которые мы празднуем все вместе, они были написаны, петы, и мы сейчас вот это несём, свою традицию, помним, не забываем свои песни. Народная драма «Лодка» сейчас входит в реестр нематериального культурного наследия Омской области. Заново строить её в центре посёлка начнут 4 марта с участием гостей, которые приедут на открытие праздника Севера, зимних спортивных соревнований среди районов. При желании можно будет посетить и поющее село, а троицентра оно находится в 5 километрах. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Амичи смогут взять автографы у олимпийских чемпионов и призёров, а в ледовом шоу на «Красной звезде» примет участие известная фигуристка Полина Цурская. Сегодня организаторы раскрыли некоторые детали дня зимних видов спорта. Напомню, именно Омск выбрали главной федеральной площадкой всероссийского праздника. Местом притяжения гостей станет спорткомплекс «Красная звезда». 26 февраля там будет организована концертная программа. На площади развернутся 5 площадок, посвящённых зимним олимпийским играм. На стадионе в этот день пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а на катке по конькобежному спорту, кёрлингу и фигурному катанию. Также состоятся матчи по хоккею среди юношей. И ещё о спорте. Шанс вырваться в лидеры. Омский «Скиф» на выходных проведёт точные встречи против фаворита чемпионата ВГТУ «Воронеж». Наша команда отстаёт от гостей всего на 3 очка и в случае двух побед возглавит турнирную таблицу. Омичи не знают поражение уже 8 игр подряд. В минувшем туре подопечные Фитилёва не без труда обошли ближайшего преследователя «Чеховских медведей-2». А вот южане предыдущий матч против «Спартака» проиграли 28-31. До кончания регулярки осталось всего 4 игры. И с большой долей вероятности «Скиф» и «Воронеж» встретятся в финале плей-офф и поборются за путёвку в Суперлигу. «Команда быстрая, любую ошибку используют, сразу убегают в отрыв, пытаются забить лёгкие голы. Ну, в принципе, сейчас все так играют, мы тоже пытаемся это сыграть». «В полном составе готовимся к этим играм, потому что все те, кто был травмирован и залечивал, так скажем, раны, все в строю, все готовы. И даже те, кто болел, все в форме». Матчи пройдут на площадке «Велотрека». Первый уже завтра, 19 февраля, в 18.30. А следующий – в воскресенье 20 числа. Начало в 16.00. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Завтра, 19 февраля, в Омске переменная облачность. Ночью минус 13, минус 15. Днем 6-8 градусов холода. В районах пасмурно. Ночью термометры покажут минус 12, минус 14, а днем 7-9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова